В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Пообещал сделать Рязань краем хороших дорог. Николай Любимов ответил на вопросы журналистов. В области пьяный водитель сбил сразу двоих пешеходов. И Дубрава Спасинам в городе приняли решение не строить торговый центр вместо зеленой зоны. И начнем выпуск с пресс-конференции с главой региона, которая состояла сегодня в правительстве области. Журналисты городских и областных СМИ, телевидение, интернет и печатных изданий задали Николаю Любимову интересующие их вопросы. Более чем за час Николай Любимов ответил на порядка 40 вопросов, многие из которых, по его словам, относятся к весьма острым темам. Итак, на вопрос про обманутых дольщиков. Политик сообщил, что обяжется написать заявление об уходе министра строительного комплекса региона в случае, если до понедельника ситуация не решится. Речь идет о дольщиках строительства жилого комплекса «Аэробус» и дома строительной компании «Вятич» на улице Кольной. Со всеми остальными дольщиками обманутыми, естественно, мы будем разбираться. Если не так же, то, по крайней мере, приблизительно так же. Жесткие решения тоже нужны, сами понимаете. Также журналистов интересовало, повторит ли Любимов калужское экономическое чудо на Рязанской земле. Вижу намного больше серьезного потенциала в Рязанской области для того, чтобы здесь можно было действительно какое-то чудо воспроизвести. Чудо, на мой взгляд, заключается в одном у нас на Рязанской земле здесь, в том, чтобы просто люди заработали, чтобы они поверили не в будущего губернатора только, а поверили в себя. Чтобы они поверили и начали работать. А их в этом стремлении начали поддерживать. Вот это самое главное. На пресс-конференции Николаю Любимову задали вопрос о кремлевском вале, который в народе уже называют кремлевским провалом. Глава региона ответил, что пока нет программы обновления инфраструктуры, будет латание дыр. Саму программу должны разработать к ноябрю. В целом о дорогах был также задан вопрос. Журналист интернет-газеты даже пообещал за счет собственных средств поставить политику памятник, если ему удастся обновить дороги региона. Дороги – это приоритет, это раз. Но единственное, что невозможно кому-то за дороги поставить памятник хороший, потому что дороги все равно выходят из строя периодически. То есть, если за пять их лет привести в порядок, то потом они опять начнут разбиваться. Но дороги – это приоритет, это однозначно, и это я вам могу обещать прилюдно, при всех. Дороги мы будем делать постоянно, неуклонно и добиваться здесь, чтобы Рязань считалась краем хороших дорог. Поинтересовались журналисты и ценами на лекарства. Проверяют ли в области ценообразование в фармацевтике. Рязанские наши небольшие аптеки, они как раз соблюдают ту наценку, которая допустима от сети нерегионального, а федерального характера. Они как раз эту наценку не соблюдают. И мы им там будем бить по рукам. Однозначно, это наша полномочия. Сосновый Бор – точечная застройка исторического центра города и Солочи. Все эти вопросы также прозвучали на пресс-конференции. С санаторием отметил Любимов. Ситуация непростая. Накануне он провел по этому поводу совещание с правоохранителями. Но подробности пока оглашать не стал. Одной из проблем там является то, что на территории Соснового Бора уже построено два частных дома. А это осложняет переход недвижимости и статуса частной в государственную. По Солочи мы должны принять однозначно правила землепользования и застройки, которые будут однозначно включать в себя охранные зоны. По Солочи. Там нельзя строить. Журналисты поинтересовались, любят ли глава региона поэзию Сергея Есенина. И Любимов прочитал несколько строк из его творчества. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданием золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Политик отметил, что имеет даже внешние сходства с известным поэтом. Напомним, это уже третья встреча Николая Любимова с рязанскими журналистами. До дня города осталось меньше месяца и Рязань уже начала принимать подарки. Одним из них стало открытие историко-патриотической акции «Почетные граждане достояния Рязани». Оно прошло в четверг, 6 июля. Побывала там и наша съемочная группа. Вскоре на 30 остановочных комплексах в разных районах города появится информация обо всех ныне живущих почетных гражданах Рязани. На плакатах будут представлены их фотографии и цитаты, с помощью которых почетные граждане расскажут, за что они любят Рязань, почему гордятся родным городом и что он для них значит. Первый плакат появился сегодня на остановке таможня на Московском шоссе. С него на рязанцев смотрит герой Советского Союза Альберт Слюсарь. За что он любит Рязань и почему этот город стал для него родным, Альберт Евдокимович рассказал нам лично. «Я люблю Рязань за то, что, ну действительно, я как уже сказал, что я прошел многие гарнизоны, многие увидел, где что, чего, но Рязань, как я уже сказал, это столица воздушных войск. Я десантник. И безусловно, я всегда патриот этого дела и патриот нашей Рязани. Тем более, что здесь я, так сказать, прожил 33 года, даже более 33 лет, я уже привязан к ней и видел, когда я 33 года назад прибыл сюда, в каком состоянии была Рязани, какая она сегодня, меняется с каждым днем». Альберт Слюсарь стал одним из главных гостей торжественного открытия историко-патриотической акции «Почетные граждане. Достояние Рязани». Его приветствовали не только представители власти и жители московского района, но и курсанты воздушно-десантного училища. Историко-патриотическая акция «Почетные граждане. Достояние Рязани» стартовала в рамках реализации проекта «Знаю историю. Горжусь Рязанью». Главными инициаторами этого проекта стали учащийся и заместитель директора по воспитательной работе школы номер 47. А идея его создания возникла в этом году на первомайской демонстрации. «Мы с ребятами традиционно проходим маршем мимо трибун на площади Ленина. И в этот раз они мне задали вопрос, а кто там присутствует на этой трибуне? Я им сказал, что это представители городской и областной власти, ветераны труда и почетные граждане Рязани. И тут же возник вопрос, кто такие почетные граждане Рязани? Оказалось, что они не знают ни самих почетных граждан Рязани, ни что это звание вообще существует». Затем школьники провели анкетирование, которое показало, что не только дети, но и их родители не знают имен почетных граждан. Именно после этого и возникла идея создать подобный проект, который поддержали и власти города. «Я очень рада, что такой замечательный проект, поддержанный Николаем Викторовичем Любимовым, наши школы выдвинули, школы Московского района. И я думаю, что мы все поддержим этот проект. Потому что вот я сейчас стояла рядом с почетным гражданином Рязанской области, Горлорода Рязани, с Альбертом Евдокимовичем Слюсарем. И вот чувствовала ту мощь и силу всей Рязани, которую он в себе вобрал». В рамках данной акции также будут проводиться общественные мероприятия и классные часы, где горожанам и школьникам будут демонстрировать специально подготовленные видеоролики «Почетные граждане. Достояние Рязани». Организаторы также планируют запустить еще несколько подобных проектов по различной тематике, которые будут рассказывать о творческих людях и известных спортсменах Рязани, а также знакомить жителей областного центра с историко-культурным наследием нашего города. Обычный переход дороги для пешехода может обернуться госпитализацией, когда за руль садятся абсолютно безответственные люди. В очередной раз инцидент произошел по вине пьяного водителя, который совершил наезд на двух женщин. Серьезная авария произошла в Рязанской области. Авария с наездом на пешеходов произошла в Спасске. Происшествие случилось 5 июля во втором часу дня. 46-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2104, совершил наезд на переходивших проезжую часть двух женщин 26 и 43 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия женщины получили серьезные травмы и госпитализированы в больницу. При выяснении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудники госавтоинспекции выяснили, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. При его освидетельствовании прибор показал 1,398 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ходе выяснения обстоятельств происшествия на месте ДТП водитель пояснил, как развивалась ситуация. Я с них начал уходить вправо. Вот здесь, примерно, вот в этом месте, я с этого. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В свою очередь, сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особенно это касается благоразумия автомобилистов, оказавшись нетрезвым, куда лучше вызвать такси или добраться до пункта назначения с помощью своих знакомых. Полицейские распутали сложную схему распространения наркотических веществ в Рязанской области. Им удалось задержать троих молодых людей, подозреваемых в совершении преступления. Изначальная информация о возможном распространении наркотиков появилась в Пронском районе. Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Пронскому району получили информацию, что 23-летний местный житель может быть причастен к распространению синтетических наркотиков через тайники-закладки с использованием возможностей сети интернет. В ходе проверки было установлено, что молодой человек спешно уехал в Рязань и поселился в областном центре. Сведения на молодого человека пронские полицейские передали в УНК ОМВД России по Рязанской области. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ОМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по железнодорожному району города Рязани выяснили, что парень начал организовывать на улицах города сеть по распространению синтетики и даже привлек к этому двух парней. Полицейским удалось задержать этих двух молодых людей в момент выхода на маршрут, на котором они рассчитывали сделать закладки. При личном досмотре у них обнаружили несколько самодельных контейнеров с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что 19-летние злоумышленники хоронили при себе около 15 граммов синтетических наркотиков, приготовленных для распространения. В диалоге с полицейскими один из них заявил, что ситуация с задержанием, вероятно, к лучшему. Я, может, даже думаю, что это, с одной стороны, хорошо. С одним ты раскаиваешься? Да, раскаиваюсь. И 100% то, что с этим я больше не хочу связываться. Одновременно с этим полицейские задержали и их 23-летнего сообщника, недавно приехавшего из Пронского района. В квартире, которую он арендовал в Рязани, сотрудники полиции обнаружили сверток с наркотическим веществом весом больше 1 грамма. Задержанный парень передвигался по Рязани на мотоцикле и иногда заезжал в арендованный гараж. В ходе осмотра гаража полицейские нашли импровизированный тайник, в котором хранилось более 22 граммов, уже расфасованных для сбыта синтетических наркотиков. Выяснилось, что гараж использовался как склад, а наркотики по улицам Рязани злоумышленник реализовывал на мотоцикле. Сейчас представители правоохранительных органов пытаются отыскать все звенья цепи по распространению наркотических средств. В отношении же злоумышленников возбуждены уголовные дела. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дубрава спасена. Беспокойство о судьбе зеленого массива возле Троицкого монастыря на Московском шоссе возникло у градозащитников несколько месяцев назад. Тогда выяснилось, что дубы вырежут, чтобы построить очередной торговый центр. Активность рязанцев и неравнодушие сделали свое дело. Теперь роща ничего не угрожает. Подробнее Марина Комиссарова. Тревогу экологи забили в мае, когда выяснилось, что территорию в 19 гектар на Московском шоссе напротив торгового центра «Премьер» отдали в аренду с разрешенным видом использования земельного участка для строительства торгово-развлекательного центра. Между тем, вся эта площадь сегодня занята прекрасными дубами. У нас в городе обеспеченность торговыми центрами, объектами торговли очень высокая. И это очень хорошая вещь, потому что, в принципе, жители имеют возможность в пределах пешеходной доступности в большинстве территорий. Могут приобрести и товары повседневного спроса, и товары дорогие, но все, начиная от ниток с иголкой и кончая автомобилями. Это хорошо, но перегибать не надо. Потому что в то же время у нас в городе существует проблема такая, как нехватка по балансу территории города и по действующему генеральному плану нехватка именно общегородской зелени, объектов озеленения, озелененных территорий. Дубрава была посажена рязанскими комсомольцами в начале 50-х годов прошлого века. Этот второй рукотворный лесопарк засаживали для жителей растущего, развивающегося города. Место не настолько популярно, как лесопарк в районе торгового городка, но это напрасно. Дубрава очень живописна. Среди тенистых деревьев протекает река Павловка. Для создания полноценного места отдыха здесь можно провести небольшую санитарную расчистку от поросли американского клёна и осыпать гравием прогулочные дорожки. На старом генплане Рязани 1976 года Дубрава была отнесена к зоне городских лесов. При утверждении нового генплана Рязани зеленую Дубраву закрасили малиновым и отнесли к зоне застройки деловыми объектами. Вот и вышло, что над зеленым массивом нависла угроза. Между тем, чтобы спасти Дубраву, оказалось достаточным всего лишь проявить гражданскую активность. По обращению экологов и градозащитников в генплан теперь будут внесены изменения. У тебя предстоит определенная процедура. Она не такая уж маленькая. То есть вот наша комиссия приняла решение. Дальше администрация выходит вот с таким решением, с этим предложением уже на городскую думу. То есть проводятся публичные слушания. Если публичные слушания проходят нормально, а я думаю, тут проблем не будет, потому что жители, ну я уверен, инициатива правда хорошая, нужная, правильная. Я абсолютно в этом уверен. Поэтому после этого выносится решение о внесении изменений в генеральный план и уже зона лесопарка. В ней уже ничего строить нельзя однозначно. Дальше уже вносятся изменения в правила землепользования и застройки города. То есть, ну, приводится в соответствии с генеральным планом. Этот лес очень нужен городу. В Рязани на одного жителя приходится 10,3 квадратных метра зеленых зон общественного пользования при минимальной норме, установленной законом, в 16 квадратных метров. Процесс присвоения территории статуса лесопарка небыстрый, но само решение принятой комиссией уже означает, что никакой стройки здесь не будет. При разработке нового генерального плана, в частности, у нас администрация наша приняла решение, что необходимо разработать генеральную схему комплексного благоустройства города. И там первейшей задачей в этой генеральной схеме будет как раз увеличение озелененных пространств, придание их охранного статуса им и так далее. Поэтому в такой ситуации еще говорить о каком-либо сокращении, ну, несерьезно. Нам, жителям, остается только радоваться тому, что это уникальное место останется с нами и наслаждаться красотой нового лесопарка. Политехнический институт за последние два года открыл несколько именных аудиторий. Так, здесь уже есть аудитория Якова Полонского, Александра Ершова, Николая Кравкова. 4 июля состоялось открытие еще одной. На этот раз в честь Константина Циолковского. 4 июля в Рязанском политехническом институте состоялось торжественное открытие новой именной аудитории. Она посвящена известному русскому ученому, основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому. Красную ленточку торжественно перерезали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, летчик-космонавт Владимир Аксенов, директор вуза Игорь Мурок, дочь академика Уткина Наталья Ситникова и правнучка Циолковского Елена Тимошенкова. Не случайно именная аудитория появилась именно в Рязанском политехническом институте. Раньше это здание принадлежало первой мужской гимназии. Именно здесь преподавал Константин Циолковский. Возможно, свой самый первый урок он провел в этой самой аудитории. Теперь же память о великом ученом прошла через года и долетела до нас. Сегодняшнее мероприятие – это начало больших мероприятий, посвященных юбилею нашего земляка, великого земляка. Оно будет формировать и в нашей молодежи как раз сохранение тех традиций, культуры, духовности и государственности, которые присущи нашему гражданину России, патриоту России и патриоту Рязанской области. Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина поблагодарила Политехнический институт за эту инициативу от лица временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова и понадеялась, что учебное заведение продолжит радовать город своими акциями и мероприятиями. На открытие гости пришли с подарками, такими как книги и фотографии. На самый необычный дар Политехнический институт получил от правнучки Константина Циолковского. Я хочу передать институту, музею института, аудиторию института две вот эти совершенно уникальные брошюры. И по 90-й лет, то есть 25-й, 28-й год, брошюры, которые когда-то на своем сельстве и там, как стать, где-то важны. Спасибо большое. Спасибо. Само мероприятие поделили на две части. Первая – это открытие самой аудитории, а вторая – презентация книги под названием «Рязанские ступени Циолковского». Такое необычное название авторы книги, директора института Игорь Мурок и его соавтор Александр Огарев, придумали, когда поднимались по ступеням Политеха. По этой лестнице ступали Александр I, Николай I и Николай II и, само собой, Константин Циолковский. Как признался Александр Огарев, все вокруг его будто тянуло к написанию этой книги. Все шло и двигало меня к одной цели. Когда я его увидел на здании Политеха, как-то мы все ходим по улицам. То молодые бывают не обращали внимания, то старые не видим, но все равно притяжение Циолковского. И вот совпадение встречи с Игорем Александровичем. В презентации книги гости остались довольны. Они даже записали положительные отзывы в книгу пожеланий в самой аудитории имени Циолковского. Свои слова благодарности в ней оставил летчик-космонавт Аксенов, дочь академика Уткина и многие другие именитые гости. А правнучка Циолковского написала «Берегите силы, улучшайте жизнь, всегда учитесь и никогда, никогда не падайте духом». Эти слова Циолковского пусть всегда ведут вас по жизни. Лагерь «Зеленый Бор» вновь распахнул свои двери для студентов Радиотехнического университета. На днях здесь стартовал цикл смен для активистов вуза. Ребят ждут спортивные состязания и творческие конкурсы, а также образовательная программа. Подробнее в репортаже Галины Ершовой. Мы боги Олимпы, и вот наш девиз, стоим на горе и не падаем вниз. Самые активные, жизнерадостные и трудолюбивые. Они не привыкли сидеть на месте и решили провести лето с пользой. В лагере «Зеленый Бор» стартовал цикл смен для студентов Рязанского государственного радиотехнического университета. Творческие личности и бизнесмены, инженеры и изобретатели, лидеры и спортсмены. Тематическую смену по душе найдет каждый. Каждый день у ребят расписан как обучающая программа. Это могут быть мастер-классы по лидерству, по ораторскому мастерству. Это могут быть спортивные мероприятия и многое другое. То есть у ребят фактически нет свободного времени. Лагерь находится в окружении вековых сосен и сразу двух озер – Ласковского и Сегдинского. Первыми его посетили студенты Рязанского станкостроительного колледжа. Ребята живут в летних домиках и питаются в уютной реконструированной столовой. Сейчас горячая дана с постоянной собственной котельной, соответственно, была установлена собственными силами баня. Дорожки сейчас с асфальтированием будут продолжены для того, чтобы закольцевать вокруг зеленого, внутри зеленого бора территорию. Как бы можно было прогуливаться. Кроме этого, планируем второй гостиниц тоже под реконструкцию. Смены небольшие, каждая длится около недели. Но впечатлений от них хватит на всю жизнь. Дело в том, что каждый день здесь будет особенным – КВНы, конкурсы красоты, танцевальные батлы и многое другое. Придумывают активности студенты Рязанского государственного радиотехнического университета. 15 ребят с разных курсов и специальностей тренируют свои лидерские качества и учатся руководить. На самом деле на подготовку уходит несколько месяцев. То есть ребята-организаторы собираются, расписывают все эти вечерние мероприятия. То есть идет подготовка, прописывают все сценарии. Все прекрасно, очень хорошие люди, добрые, отзывчивые, кормят хорошо, вкусно. Прекрасные дискотеки, веселые игры, сплочения, новые знакомства, новые общения. Все прекрасно. Широкие возможности для отдыха предоставляет и сам лагерь «Зеленый бор». Здесь можно заниматься практически всеми летними видами спорта. Это и веревочный парк, и спортивные волейбольные, и баскетбольные, и бадминтонные площадки. То есть ждут ребят для активного отдыха. Кто хочет попробовать себя в таком увлекательном зрелище, это как лучный бой. То есть в масках, в защите ребята могут поиграть. Помимо развлечений, отдыхающих ждет и насыщенная образовательная программа. Лекции и мастер-классы проведут как активные студенты радиотехнического университета, прошедшие всероссийские международные тренинги, так и признанные специалисты из России и зарубежья. При этом попасть в лагерь и стать частью большой дружной семьи проще, чем кажется. Просто прийти записаться, больше ничего не нужно, потому что все это идет за счет средств вуза, для студентов это совершенно бесплатно. Отдохнуть от студенческих будней в лагере можно не только летом, но и по выходным, а также в холодное время года. Даже зимой гостиница «База отдых» и «Зеленый бор» может разместить до 100 человек. Поэтому заряжаться энергией и лучше узнавать друг друга студенты Рязанского государственного радиотехнического университета могут круглый год. И на этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова